Лёгкий. А бывает, вот когда я начинал снимать панорамы, то мой друг Андрей Ершов, чья картина представлена вот там вот на стене размером с хорошей стену зала, он носил с собой вот этот делитель, наверное, весом там полтора килограмма. Бегал с ним по горам, я не любил эту штуку и предпочитал выстраивать углы на глаз. Дальше что у нас? Идёт надальный слайдер. Надальный слайдер – самая важная вещь для панорамного фотографа. Они бывают разные. Они бывают вот такие, как бы с фиксированным расположением крепежа до фотоаппарата, или вот такие с меняемым расположением крепежа до фотоаппарата. И та, и та конструкция имеют право на существование и несут в этом своё удобство. Дальше что у нас? Тросик. Ну, как любой фотограф, вы понимаете, что без тросика, например, не снять вам вечернюю панораму или там в помещении в каком-нибудь, потому что ваш фотоаппарат будет трястись. Даже если вы будете делать двухсекундную задержку, вам придётся потратить больше времени. Поэтому тросик – обязательное условие для панорамного фотографа. Флешка. Она уже внутри фотоаппарата. Вы все её видели. Итак, чем снимает AirPan? AirPan снимает полноматочными. Мы для себя выбрали бескомпромиссные варианты. Это полноматричные камеры. Либо Canon, либо Nikon. Почему не вот такие огромные ещё со специальными, ну, как бы увеличенные модели Nikon 4 или 4S? Потому что наши аппараты летающие их не поднимают. Поэтому мы возим с собой вот такие камеры, профессиональные, но более-менее лёгкие. И наши аппараты их поднимают. Заодно мы ими снимаем с земли. Также главными для нас являются объективы – это FISHEYE. Объективы десятка сигмовская или 15 сигмовская. Это мы используем, если снимают под аппаратом Canon. И есть у них аналоги Nikon объективы – 10,5 и 16 мм. В чём разница? Десятку мы используем, когда нам надо снять быстро, когда нет времени о чём-то задуматься и нету потребности получить очень высокое разрешение. Пятнашку мы используем, естественно, когда у нас есть время, мы можем выстроиться, настроить там панорамную головку, и нам надо получить блестящий кадр. А широкоугольный объектив – это было когда-то. Я снимал широкоугольным объективом. Приходится делать очень много кадров. В общем, ныне мы предпочитаем FISHEYE. Итак, вот, в принципе, такой набор фотографов, о котором я рассказывал. Не обязательно весь этот набор должен помещаться в рюкзак фотографа. Если я иду, например, снимать в собор Святого Петра в Ватикане, где нельзя ставить штатив, и там вообще плохо реагируют на людей с большими фотоаппаратами, я беру просто фотоаппарат, флешку и объектив – десятку. А также беру одну очень важную вещь, которая позволяет мне снять сферу внутри собора Святого Петра с рук. Это отвес. Вот я вижу, люди кивают головами. Так, что еще? Ну, в принципе, вот этот вот весь набор, он в обязательном порядке лежит у меня в рюкзаке, когда я выезжаю из страны и когда я возвращаюсь в страну. Дальше я в гостинице могу менять какие-то наборы из этих предметов, но весь этот набор, он находится со мной. Вот мне поместилась одна очень важная вещь панорамного фотографа. Это уже как бы из продвинутого уровня. Это шест. Вот просто он не залез. Он не так-то, в общем, высотой метр двадцать, а полностью его высота шесть метров. Я боюсь, что не снимем панораму с полной высоты. Ну, снимем с половинной. Так. А, вот еще, значит, продвинутый вариант, о чем я говорил. Панорамная голова. Итак, что такое панорамная голова? А, пожалуй, я об этом расскажу попозже, когда мы будем говорить о надальной точке. Итак, шест, отвес. И, естественно, когда я снимаю с шеста и поднимаю его на, скажем, шесть метров, у меня явно тросика не хватает, чтобы нажать на спуск. Для этого есть два варианта выхода. Первый вариант – это иметь радиопульт, который подключается к камере, а вторым его я просто нажимаю на спуск. Очень простое решение. Итак, перейдем к следующему слайду. Итак, что такое вообще панорама? Скажите, пожалуйста, кто вообще начального уровня здесь находится? Поднимите, пожалуйста, руки вообще начального, который не знает, как снимать панораму. Ну ладно, издеваться. Вас я знаю. Так, немного, слава богу. Хорошо. Тогда мы проскочим блок снятия однорядных панорам или не проскочим? У них снимается айфона. Проскочим или не проскочим? Кто хочет знать, как снимать однорядные панорамы? Берешь и снимаешь. Ну ладно, тогда мы быстренько пройдемся по этому списку, и потом я расскажу. Итак, фазовые навыки. То, что должен знать любой фотограф. Это однорядная панорама. Чик-чик-чик-чик-чик-чик. Двухрядная панорама. Чик-чик-чик-чик-чик-чик. Чик-чик-чик-чик-чик. Можно в обратном порядке. Многорядная панорама. Показывать не буду долго. Посмотрите вот на ту панораму. Не помню. Не то 10, не то 20 рядов. 14. Вот, даже 10, не таки. 14 рядов. Рассказывать, как она снималась, достаточно долго. Итак, сферические панорамы. Сферические панорамы, я считаю, тоже относятся к базовому уровню знаний фотографов. Любой, в принципе, фотограф должен знать и увидеть, как снять сферическую панораму. Особенно те, которые... Вот здесь присутствуют мои друзья, которые занимаются интерьерами. Итак, продвинутые навыки. Продвинутыми навыками занимаются реальные пацаны. Они снимают гигапанорамы. Это такая панорама, которую какой-нибудь компьютер открывает в течение получаса, которую ты никогда не загрузишь из интернета. Которую загружают маленькими кусочками, чтобы показать тебе на экране. Но, если ты все-таки дождался, когда она у тебя открылась, то ты можешь рассмотреть самые мелкие детали. Вот пример гигапанорамы. Еще раз отсылаю в той картине. Прям вот удачно она висит. Человек, кстати, ее снял, у которого я учился вообще панорамной фотографией. Ходил за ним хвостиком, рассмотрел все, что он делает. Итак, аэропанорама. Аэропанорама — это то, чем в основном занимается аэропано. Проблема в том, что то, чем занимается аэропано, мало доступно обычному фотографу. Очень немногие могут позволить себе снять вертолет, подняться в воздух, где-нибудь зависнуть и снять панораму с вертолета. Очень немногие умеют управлять радиоуправляемыми коптерами, мы их так называем, модельки вертолета, которые могут нести на себе камеру и тоже снимать подобные панорамы. Поэтому на аэропанорамах мы заострять внимание не будем, но в принципе это то, чем мы занимаемся. И панорамы сферические земли или в интерьерах, или в помещениях, они служат всего лишь поддержкой тому, что мы делаем. Например, мы сняли собор Святого Петра с аэропанораму, и потом я пошел внутрь собора Святого Петра и снял несколько внутренних панорам, для того, чтобы люди могли видеть не только, как он снаружи выглядит, но и как он выглядит изнутри. Итак, начнем с базовых элементов любого панорамного фотографа. Это подготовка к камеру. Режимы, которыми мы пользуемся, когда снимаем панорамы, это два режима. АВ это режим приоритета диафрагмы и маниал. Маниал мы ставим, когда, в общем-то, все более-менее с освещением понятно, и мы предполагаем, что ничего не будет выскакивать за пределы динамического диапазона. Кто не знает, что такое динамический диапазон? Ты знаешь. Отлично. Потом подойдешь, открыточку дадим. Остальные не знают, но рассказывать не буду. Что мы делаем в этом случае, когда мы не уверены, что все войдет в динамический диапазон? Мы тут подстраховываемся, и мы всегда снимаем панораму с брекетингом. Если у нас есть какое-то место на флешках, а мы стараемся использовать флешки достаточно большие, то мы всегда делаем брекетинг. На Кеноне, слава богу, это легко сделать. С двумя ступенями на Никоне мы вынуждены делать. С одной ступенью, но мы его делаем. Потом выбираем лучший набор этих фотографий и его сшиваем. Так. Дальше. Режим АВ. Режим АВ мы тоже используем обычно с брекетингом. Снимаем, когда не понимаем, что происходит со светом, но думаем, а, авось потом соберется. Поскольку фотографирую я, то я снимаю, думая, что авось соберется, а вот Иван и Сергей, которые сейчас стоят вот здесь, они уже потом с этим мучаются. Они об этом расскажут во второй части нашей презентации. Итак, ИСО. Ну, понятно, ИСО. Чем меньше, тем лучше. А в помещении все вынуждены смириться с тем, что в том же соборе Святого Петра темно, что меньше, чем пять тысяч не установишь. Но у нас есть волшебники, которые и пять тысяч ИСО делают гладкую, красивую, резкую панораму. Диафрагма. Диафрагма. Ну вот, задумались насчет диафрагмы. Нам надо получить приличную глубину резкости. Это неприлично, когда на сферической панораме что-то в резкости, что-то не в резкости. Или это должны быть очень специфические панорамы. Как ставится диафрагма? Все мы имеем представление...